Скажу сразу правильный ответ. Это вариант D, так как выражение here you are, устоявшееся в практике языка, означающее нате, возьмите вот вам. То есть, когда вы даете что-то в руки своему собеседнику, вы сопровождаете это действие фразой here you are. Однако, по-настоящему важный вопрос заключается в следующем. Можно ли вычислить правильный ответ, не зная того, что here you are, это устоявшееся выражение? Можно. Во-первых, обратите внимание на то, что первое предложение вопроса теста could you pass the salt, please, вопросительное. А вот ответ на данную просьбу, certainly here you are, это утвердительное предложение. Во-вторых, обратите внимание на варианты B и C. Что общего между ними? Оба они рассчитаны для вопросительных предложений, так как в них глагол to be идет впереди подлежащего. Такой порядок слов свойственен только вопросительным предложениям. Противоположность, правильный ответ here you are является прежде всего правильным, потому что в нем правильный порядок слов, как оно и должно быть в утвердительном предложении. Сначала подлежащее you, после подлежащего глагол to be are, а не наоборот. Что касается варианта ответа A, there is, то это также неправильный ответ, хоть он и предлагает нам правильный порядок слов. Он не подходит по смыслу, так как конструкция there is используется для того, чтобы описать, что что-то находится где-то, а не ответить на просьбу. К слову, в нашей программе предусмотрен урок, который научит вас правильно отвечать на просьбы. Пройдя этот урок с нашими учителями, вы сможете не только понимать эту грамматику, но и активно, а самое главное правильно использовать ее в повседневных разговорах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...